Девушки отдыхают Осталось тех, кто верит в существование идеального государства на Ближнем Востоке. Но желание быть любимой и любить у представительниц слабой половины человечества никуда не исчезло. Наивность, доверчивость, вера в любовь и романтические чувства, они иногда, к сожалению, играют такую злую шутку с судьбами наших казахстанских женщин. Радикальные вербовщики активно заманивают в свои сети девушек через исламские сайты знакомств. Девушки отдыхают В Духовном управлении мусульман Казахстана ведет деятельность отдела религиозной реабилитации, в конкретную функцию которой включается интернет-мониторинг. Наблюдается деятельность в социальной сети Инстаграм. Есть определенные странички, которые направлены на, скажем так, найти мужа, либо найти жену. Данные странички, либо аналогичные сервисы, они не имеют никакого отношения к духовному управлению мусульман Казахстана. Не рекомендуем нашим согражданам обращаться, либо выкладывать свои данные в такие сервисы. Если раньше молодых мусульман знакомили и женили родители, зная род будущих родственников до седьмого колена, то теперь брак заключается онлайн. Неизвестно с кем, с одобрения виртуальных лжеимамов. Идет открытая идеология ваххабизма. Пишут, я там саляфит, я там манхадж саляфи саляф, я ахли сунна и аль-джама, Коран и сунна, как понимали праведные предшественники. И там пишут саляфит и в скобках там назратулла, там какой-то рамин там муталин, там алтай береж. И сразу показывают, кто они. То есть идет уже вербовка. Идет идейная обработка. Второе, разрушение семейных ценностей. И третья проблема, то что уже внутри мусульман-казахов идет разделение. То есть это разделение дальше может привести к, естественно, печальному последствию. На подобных сайтах знакомств существует свой фейс-код. То есть регистрироваться могут только покрытые девушки, исключительно бородатые мужчины. 90% девушек или женщин, которые ведутся на эти призывы, не имеют высшего образования. Нет опыта работы, то есть никогда не работала в обществе. Третье, то что ее видение мужчины, это вот как раз упрощенный вариант. То есть это качок, брутальный мужчина, который может зарабатывать. Все. Больше других требований нет. Женщины, которые вернулись по Джусану, мы знаем, что они там, ну, минимум 5-6 раз выходят замуж. Это же самое может происходить сейчас, только в заувалиранном виде. И, возможно, не на войну, а именно для других целей, для каких-то утех или же для каких-то выполнения каких-то заданий. Ну, когда женщина вступает в переписку с незнакомым мужчиной, я как психолог считаю, что и здесь есть психологические причины, да. Но прежде всего ее низкая самооценка, высокая степень доверчивости. В психологии есть понятие синдром дагестанского любовника, но он пришел к нам такой с российской практики. На самом деле, первоначально его рассматривают как синдром марокканского любовника, когда европейские женщины, живя в очень хорошей благополучной жизни, вовлекались обманом марокканских любовников, бросали все, уезжали к ним. Женщина любит ушами. Когда тебе очень красиво пишут, что ты необходима, что ты нужна, у женщины повышается самооценка. При заполнении анкеты на сайте, кроме стандартных данных, имени, фамилии и номера телефона, требуется заполнение графы «вероубеждение» с указанием Масхаба. В большинстве анкет женихов, зарегистрированных здесь, в разделе «О вере» указана приверженность радикальным течениям. Есть большая работа, которая и сейчас проводится через международные террористические организации. Это именно работа, деятельность различных вербовщиков. Войти в дружбу, это стало уже неэффективно. А вот такие сервисы, когда ты подходишь к человеку с намерением, ни каха, создать семью, это уже, можно сказать, одно из окошек. Как правило, виртуальные женихи представляются истинными верующими. Мужчина рассказывает о том, какой правильный образ жизни он ведет, какой он идеальный, какими сладкими и беззаботными будут будни его избранницы. При видеозвонках бойфренд демонстрирует своих домашних питомцев, чаще кошку. Это своего рода психологический прием, на который ведутся претендентки в жены. К ней у мусульман особое отношение. По легенде, она спасла пророка от укуса змеи. Это единственное животное, которому разрешено заходить в мечеть. Есть такое понятие, как инфантилизм, да, это неразвитость своих эмоциональных состояний, психологического развития. И женщины не хотят решать проблемы, те вызовы, которые их толкает жизнь. И вот так легко выйти замуж и решить все свои жилищные, материальные, бытовые вопросы. Все обещанное женихами-вербовщиками не соответствует действительности. В реальности невест в лучшем случае ждет тяжелый физический труд, психоэмоциональное истощение и физическое насилие. А в худшем они становятся наложницами гаремов или смертницами-шахидками. Пострадавших от таких онлайн-встреч в Казахстане немало. Недавней жертвой виртуальной любви стала молодая женщина из Атераук. Слепая вера и полное доверие незнакомцу привели ее к слепой любви, плоды которой оказались совсем не сладкими. Продолжение следует... Продолжение следует...